Выключить звук мобильных телефонов, потому что у нас может быть брак по звуку. У нас единственное доказательство защиты – это видеозапись. Николай Александрович к нам на второй защите присоединиться не сможет, поэтому 5 человек из 6 присутствует. Запись включена. Уважаемые члены диссертационного совета и гости, разрешите открыть следующее заседание нашего диссертационного совета ФРКТ 05.13.18.004. Кворум, как уже было сказано, необходимый для проведения заседания совета у нас имеется. Вашему вниманию предлагается защита диссертации Мухтарова Амира Мангельдевича на тему разработка моделей и методов оптимального размещения базовых станций при проектировании беспроводных широкополосных сетей. Диссертация представлена на соискании ученой степени кандидат технических наук по специальности 05.13.18. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. Ведущая организация. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникации имени профессора Бойч Бруевича, научный руководитель Першин Олег Юрьевич, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры автоматизации технологических процессов Федерального государственного автономно-образовательного учреждения высшего образования Российский государственный университет нефти и газа Национальный исследовательский университет имени Губкина, научный консультант Вишневский Владимир Виронович, доктор технических наук, профессор, главный научно-трудник, заведующий лабораторией номер 69, управление сетевыми системами Федерального государственного бюджетного учреждения науки, Институт проблем управления имени Трапезникова. Соискателям были предоставлены документы, необходимые для проведения защиты, и ученый-секретарь их огласил. Добрый день. Состав совета. Председатель диссертационного совета Степанов Сергей Николаевич, заместитель председателя диссертационного совета Пащенко Фёдор Фёдорович, члены совета Кузнецов Николай Александрович отсутствует, Абросимов Леонид Иванович, Самуилов Константин Евгеньевич, Фархадов Маис Паша Аглы присутствуют дистанционно. Соискателям были предоставлены следующие документы. Диссертация опубликована 26 мая 2022 года. Была проведена проверка на текстовое заимствование. Автор реферат опубликован 4 июля 2022 года. Отзыв научного руководителя Першина Олега Юрьевича, доктора технических наук, профессора, профессора кафедры автоматизации технологических процессов Федерального государственно-автономного образовательного учреждения высшего образования, Российский государственный университет нефти и газа, Национальный исследовательский университет имени Губкина. Отзыв научного консультанта Вишневский Владимир Миронович, доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией номер 69, управление сетевыми системами Федерального государственного бюджетного учреждения науки, Институт проблем управления имени Трапезникова Российской Академии Наук. Отзыв Мещерякова Романа Валерьевича, доктора технических наук, профессора РАН, заведующий лабораторией 80 гиберфизических систем Федерального государственного бюджетного учреждения науки, Институт проблем управления Трапезникова Российской Академии Наук. Отзыв Ермолаева Александра Иосифовича, доктора технических наук, профессора заведующего Кафедры разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования, Российский государственный университет нефти и газа, Национальный северский университет имени Губкина. Акт о внедрении. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования, Российский государственный университет нефти и газа, Национальный исследовательский университет имени Губкина. Свидетельство о государственной регистрации программ ДВМ. Диплом магистра с отличием, выданный Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования, Российский государственный университет нефти и газа, Национальный исследовательский университет имени Губкина. Справка о сдаче кандидатских экзаменов. Иностранный язык хорошо, история философии науки отлично, математическое моделирование численной методы и комплексы программ отлично. Документы были предоставлены и опубликованы на сайте МФТИ в срок и соответствуют требованиям положения о присуждении ученых степеней кандидата наук, доктора наук в МФТИ. Мухтаров Амир Амангельдеевич принят к защите протоколом голосования экспертного совета по техническим наукам от дистанционной комиссии МФТИ-2022-10 от 29 июня 2022 года. На сайте опубликованы письменные заключения по содержанию диссертации, которые были подготовлены членами диссертационного совета. Заключение 1. Степанова Сергея Николаевича, председатель диссертационного совета, доктора технических наук, профессора заведующего кафедрой сети связи и систем коммутации Московского технического университета связи и информатики МТУСИ, профессора кафедры информационных систем и сетей Федерального государственного автономного образовательного учреждения Высшего образования Московский физико-технический институт Национальный исследовательский университет. Заключение Пащенко Федора Федоровича, доктора технических наук, профессора заведующего лабораторией номер 40 Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем управления Трапезникова Российской Академии Наук. Заключение Кузнецова Николая Александровича, доктора технических наук, советника РАН Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института радиотехники и электроники Котельникова Российской Академии Наук. В заключении Абросимова Леонида Ивановича, доктора технических наук, профессора, профессора кафедры вычислительных машин, систем и сетей Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения, высшего образования, Национальный исследовательский университет МАИ. В заключении Абросимова Леонида Ивановича, доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой прикладной информатики и теории вероятности Федерального государственного автономного образовательного учреждения, высшего образования, Российский университет дружбы народов. В заключении Абросимова Леонида Ивановича, доктора технических наук, старшего научного сотрудника, главного научного сотрудника и заведующего лаборатории номер 17 автоматизированных систем массового обслуживания и обработки сигналов Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем управления Трапезникова РАН. Пожалуйста, у вас время на ваш доклад. Добрый день, уважаемые члены Совета. Тема моей диссертации – это разработка моделей и методов оптимального размещения базовых станций при проектировании беспроводных широкополосных сетей. На слайде представлены положения, выносимые на защиту. Будут представлены формулировка задач оптимального размещения базовых станций при проектировании беспроводных широкополосных сетей вдоль протяженных транспортных магистралей в виде целочислено-линейного программирования и в виде комбинаторной модели в экстремальной форме. Разработан специальный алгоритм типа ЭТВ и границ для решения сформулированной экстремальной комбинаторной задачей. Разработана интернационная процедура нахождения последовательности лучших решений для задачи размещения базовых станций в рамках комплексного проектирования беспроводных сетей. Также будут представлены математические модели для задачи проектирования беспроводных сетей с вечерцей топологией для обслуживания множества рассредоточенных объектов. Создание современной инфраструктуры передачи данных вдоль транспортной магистрали является одной из важнейших проблем при создании нового и функционирования существующего транспортного комплекса. Одним из путей решения проблемы является интенсивное развитие внедрения беспроводных технологий. Активное использование беспроводных сетей основывается на ряде их преимуществ. Это организация связи в труднодосопных регионах, быстрый ввод в эксплуатацию, сокращение затрат, высокая гибкость, мобильность, масштабированность. В рамках этого процесса возникает актуально научно-техническая проблема повышения качества проектирования беспроводной сети связи. Процесс проектирования беспроводных сетей в общем виде состоит из последовательного решения взаимосвязанных задач. Это обследование местности, выбор протоколов и типов технических средств, выбор топологической структуры беспроводной сети и анализ и оценка будущей беспроводной сети с помощью математического моделирования. Задача синтеза топологии при комплексном проектировании беспроводной сети является основной проблемой исследования в диссертационной работе. Объектом исследования являются беспроводные сети вдоль протяженных транспортных магистралей, а также беспроводные сети с ячеистой топологией для телекоммуникационного покрытия объектов, рассредоточенных на заданной территории. Предметом исследования является синтез топологической структуры беспроводных сетей. Цель диссертационного исследования стоит в разработке моделей и методов оптимального размещения базовых станций для беспроводных сетей, определяющих топологию таких сетей. Начну с первых трех положений, всех их объединяет специфика размещения базовых станций, вдоль протяженных транспортных магистралей. Под транспортными магистралями я буду понимать автомобильные и железные дороги, а также магистральные промысловые трубопроводы на нефтегазовых промыслах. Для обеспечения телекоммуникационной связи заданного участка вдоль протяженной транспортной магистрали необходимо разместить базовые станции, чтобы максимизировать телекоммуникационное покрытие с обеспечением условий технических и бюджетных ограничений. Далее будут представлены постановки в виде модели целочисленного линейного программирования и в виде комбинаторной модели в экстремальной форме. Для задачи ЦЛП задано множество базовых станций. К каждой базовой станции приписаны следующие параметры. Это радиус телекоммуникационного покрытия, радиус телекоммуникационной связи между базовыми станциями и стоимость. Задан протяженный участок, на котором имеются множество возможных точек размещения базовых станций. На концах отрезка расположены базовые станции специального вида шлюзов. Требуется разместить базовые станции таким образом, чтобы максимизировать область телекоммуникационного покрытия с условием связи между шлюзами и ограничением суммарной стоимости. В качестве целевой функции будем использовать максимизацию области телекоммуникационного покрытия слева и справа от размещаемых базовых станций. Необходимо обеспечить следующие условия. Каждая базовая станция должна быть размещена только в одной точке. Суммарно телекоммуникационное покрытие между двумя базовыми станциями было не больше, чем расстояние между ними. Важно обеспечить связь любой базовой станции со шлюзами на концах участка через систему размещаемых базовых станций. На слайде представлены условия ограничения равенства и неравенства для данного условия. Необходимо, чтобы радиусы телекоммуникационной связи размещаемых базовых станций были не меньше, чем расстояние между ними. И, наконец, необходимо, чтобы размещение базовых станций удовлетворяло заданному стоимостному ограничению. В работе, представленной на слайде, содержится доказательство НП-трудности для частного случая задачи целочисля линейного программирования, когда вдоль транспортной магистрали размещают множество однотипных базовых станций с одинаковыми параметрами. В представленной же модели CLP рассматривается общий случай размещения, когда вдоль транспортной магистрали размещают множество различных базовых станций с разными техническими параметрами. Следовательно, данная задача является также НП-трудной. Модель ЦЛП рассчитывается в программных комплексах для решения задач общего вида ЦЛП К сожалению, алгоритмы их решения не учитывают специфику конкретной задачи Также в ходе поиска оптимального размещения базовых станций интересно было бы проводить оценку характеристик производительной сети, например, межконцевой задержки К сожалению, ее невозможно привести к линейным видам качества ограничения Для решения этих проблем разработан специальный алгоритм размещения базовых станций на основе метода ветвей границ для конвенторной модели Для нее также задано множество базовых станций, которым приписан теперь уже еще один новый параметр – их пропускная способность Требуется разместить базовые станции таким образом, чтобы максимизировать область электронного покрытия с условием связи между шлюзами и с учетом ограничения на время задержки и суммарной стоимости Для оценки межконцевой задержки используется многофазная сеть массового обслуживания с узлами М1 и кросс-трафиком В работе также были исследованы более сложные астахатические модели, например, с узлами с конечным буфером, а также с узлами с фазовым распределением времени обслуживания Модели сравнивались с временными задержками, полученными с помощью имитационного моделирования в среде NS3 для беспроводных сетей протокола IEEE-8211N Рассматривалась многофазная сеть с четырьмя узлами, на графике представлены разбросы времени задержек для каждой из моделей Как видно из графиков, модель с узлами М1 показывает достаточное приближение к данным, полученным с помощью NS3 Также рассматривались имитационные модели, зависимые от времени отслуживания, для которых не существует аналитических методов решения для оценки межконцевой задержки Для получения некоторых прогнозных моделей с помощью имитационного моделирования использовались методы машинного обучения, на слайде представлены графики регрессионных моделей, полученных с помощью искусственной нейронной сети С учетом быстрого аналитического решения и достаточного приближения для оценки величины межконцевой задержки в ходе поиска оптимального размещения на этапе синтеза топологии Было решено использовать модель многофазной сети с узлами М1 Более сложные модели можно будет использовать уже на следующих этапах проектирования, на этапах математического моделирования, уже для полученного размещения базовых станций Вернемся к комбинаторной модели Допустимой расстановкой будем называть такой набор пар точек размещения базовых станций на них Для каждой расстановки выполняются следующие требования Для каждой такой пары слева и справа найдутся такие базовые станции, расстояние до которых не более чем радиуса связи базовых станций И суммарная стоимость и суммарная задержка удовлетворяют заданным ограничениям. Для удобства описания дальнейшего алгоритма введем понятие недопокрытия, численное равной разницей между длиной всего протяженного участка и суммарным телеконукционным покрытием размещенных базовых станций. Тогда необходимо будет найти такую расстановку, которую бы минимизировал нам функционал недопокрытия. Комбинаторные модели используют стандартную процедуру построения бинарного дерева поиска. На каждой террации множество разделяется на два подможества. Для левого дочернего узла наложено условие, что в этой точке размещается конкретная базовая станция. И для правого подможества наложено условие, что в этой точке базовая станция размещаться не будет. При формировании дерева в ветвей не различаются два типа шагов. Прямой – это очередное разбиение множества на подможество и обратный шаг – переход к одному из ранее сформированных подможеств. В соответствии с техникой метода ветвей и границ, закрытие вершин в результате исследования множества возможно в трех случаях. Первый. Доказано, что в множестве нет ни одной допустимой расстановки. Второе. Доказано, что в множестве не может быть допустимой расстановки с недопокрытием меньше, чем полученный рекорд. И третье. Найдено оптимальное решение на данном множестве. Случай 1 состоит в установлении факта невозможности выполнения требований 1.3, представленных ранее. Для случаев 2.3 на каждом узле проводится оценка недопокрытия в виде суммы двух частичных сумм. Первое слагаемое – это сумма недопокрытий слева от размещаемой базовой станции. Второе слагаемое представляет из себя задачу булевого программирования. Сама задача является трудорешаемой задачей ЦЛП, но при снятии любого одного из ограничений данная задача представляет собой задачу оранцы с эффективным псевдопринемиальным алгоритмом решения. Как еще один из вариантов можно снять условия целочисленности, тогда данная задача будет являться задачей линейного программирования, для которого существует эффективный симплекс метод. Если для найденной расстановки на конкретной террации выполняется требование 1.3, а также недопокрытие меньше имеющегося рекорда, то данное недопокрытие становится новым рекордом. Работа алгоритма заканчивается, когда все вершины дерева поиска закрыты, и последний полученный рекорд становится оптимальным решением. Для численного эксперимента рассмотрим частный случай размещения базовой станции, когда необходимо разместить весь набор однотипных базовых станций заданных. Это условие позволит нам зафиксировать количество комбинаций всех расстановок, необязательно допустимых. Для того, чтобы сравнить метод ветвей и границ с решением модели CLP, проведем релаксацию условий на время задержки. В качестве характеристики сравнения будем использовать количество пройденных узлов в ходе поиска оптимального значения. Это очень удобно, так как модели CLP также используют процедуру построения бинарного дерева поиска для решения задачи свеочисленных линейного программирования. Далее в таблице будут представлены результаты решения задач для различных размерностей с использованием методополного перебора, метод ветвей и границ, а также с помощью решения модели CLP. На слайде представлены различные числа, количество мест размещения, количество базовых станций. И для каждой из размерностей представлено количество пройденных узлов методополного перебора с помощью разработанного алгоритма и с помощью решения модели CLP. Как видно из таблицы, с увеличением размерностей, алгоритм методополного перебора и границ эффективнее находит оптимальное решение в сравнении с моделью CLP. Итак, я предоставил алгоритм для поиска оптимального решения размещения базовых станций. Далее это размещение на следующих этапах проверяется на этапе математического моделирования для оценки иных характеристик производительной сети. В том случае, если наше размещение не удовлетворяет каким-либо критериям проектировщиков, разработана интернационная процедура построения последовательности лучших решений. Для ее использования необходимо в алгоритме строгое неравенство сравнения недопокрытия с рекордом заменить на нестрогое и задать отклонение в процентах от оптимального решения. В этом случае алгоритм позволяет найти оптимальное решение и множество допустимых решений, которые отклоняются на заданную величину от оптимального. Далее, если наше оптимальное решение не удовлетворяет каким-либо критериям, можно проверять множество допустимых решений на следующих этапах. На тематической модели CLP была написана и решена MATLA Optimization Toolbox. Для комбинаторной модели разработан программный комплекс на языке Python, получено свидетельство о государственной регистрации программы. По положению 1.2.3 представлена математическая модель целочислено-линейного программирования, комбинаторная модель в экстремальной форме, разработан специальный алгоритм типа ветвей и границ для комбинаторной модели и разработана итерационная процедура нахождения последовательности лучших решений в рамках комплексного проектирования поспорных сетей. Перейдем к положению 4. Если в первых трех положений рассматривалась задача максимизации области телекоммуникационного покрытия всей области вдоль транспортной магистрали, то в этом положении рассматривается задача, в которой необходимо не максимизировать всю область заданной территорией, а обеспечить связи всех стационарных объектов, рассредоточенных на плоскости. Начну с постановки задач. Задано множество вершин. Данное множество состоит из двух подножеств. Это множество рассредоточенных объектов, с которых необходимо снимать информацию, и множество возможных мест размещения. Будут представлены модели линейного программирования для поиска допустимого потока информации при заданных местах размещения базовых станций, и модель частично-целочисления линейного программирования, минимизации суммарной стоимости размещения базовых станций. Для задачи поиска допустимого потока множество точек размещения будем идентифицировать как размещенные на них базовые станции В каждой вершине приписаны параметры базовой станции Радиус покрытия, радиус связей и объем получаемой информации единицу времени Заданный шлюз со шлюзом и между собой могут быть связаны только базовые станции Требуется проверить, что при заданном размещении базовых станций вся информация с объектов может быть собрана и передана до шлюза Для того, чтобы подготовить ограничения для нашей задачи составим граф для возможного потока информации Матрица смежности строится по правилам, представленным на слайде Итак, нам необходимо, чтобы сумма выходного потока с объектов была равна величине объема информации единицу времени Необходимо, чтобы сумма входящих-выходящих потоков для любой базовой станции была равна нулю Необходимо, чтобы на шлюз собирался весь трафик с объектов Поток объема информации в каналах ограничен сверху Если к системе уравнения ограничений добавить целевую функцию минимизации стоимости потока, где каждому потоку добавлена единичная стоимость в случае существования ребра, тогда данная модель является задачей линейного программирования потоки минимальной стоимости. На слайде представлен пример решения задачи, задано множество размещенных уже базовых станций и представлено решение задачи, то есть получен некоторый допустимый поток для данного размещения. Перейдем к оптимальной задаче размещения. Задач имеет ту же постановку, как модель линейного программирования, только теперь множество точек размещения задаются свободно. В отличие от первых трех положений, где задавались множество базовых станций, здесь задаются множество типов базовых станций. Каждой типу приписаны параметры радиус покрытия, радиус связи, объем информации, дницу времени и стоимость. Требуется разместить базовые станции таким образом, чтобы минимизировать их суммарную стоимость и обеспечить сбор информации со всех объектов. В оптимизационной задаче вместо каждой вершины точки размещения будем записывать M вершин, равное количеству типов базовых станций, с одинаковыми координатами этой точки размещения и различными параметрами типов базовых станций. Для расширенного множества также построим граф потока по тем же правилам, как и для задачи линейного программирования. Ограничение задачи. Необходимо, чтобы все объекты одновременно могли поддерживать соединение только с одной базовой станцией, сумма входящих и выходящих потоков для любой базовой станции была равна нулю. Вся информация с объекта должна поступить на шлюз. Поток информации от базовых станций ограничен сверху. В каждой точке может быть размещено не более одной станции. В качестве целевой функции будем использовать минимизацию стоимости размещения базовых станций. Данная задача является задачей частично-целочислено-линейного программирования. На слайде представлен пример решения задачи. Заданы два типа станций, заданы множество точек размещения и получен граф потока для базовых станций типа S2. По всех трех случаях. Математическая модель частично-целочислено-линейного программирования написана на языке Python и решена в городе Optimization. В рамках широкого класса задачи размещения мощностей в диссертационной работе во всех задачах присутствует специфика на связь между всеми узлами. По положению 4 представлены математическая модель проверка условий допустимого потока, математическая модель оптимального размещения базовых станций для контроля множества рассредоточенных объектов. Выводы. Разработана математическая модель целочислено-линейного программирования и экстремально-комбинаторная модель для оптимального размещения базовых станций при проектировании беспроводных широкополосных сетей вдоль протяженных транспортных магистралей. Предложен специальный алгоритм типа Литвея-границ для комбинаторной модели. Разработана интернационная процедура нахождения последовательности лучших решений для задачи размещения базовых станций в рамках комплексного проектирования беспроводных сетей. Разработаны математические модели для задачи проектирования беспроводных сетей с ячейской топологией. Основные результаты по теме диссертации изложены в 15 печатных изданий, две из которых ВАГ, три в Эппуссаймс-Колтус. На слайде представлены конференции, где проводилась апробация работы. Спасибо за внимание. Спасибо за доклад. Переходим к вопросам и замечаниям из отзывов. Первая группа замечаний от Степанова Сергея Николаевича. Для оценки межконцевых задержек с помощью аналитической модели предполагается, что на каждую базовую станцию пакеты поступают с одинаковой интенсивностью. В реальных сетях нагрузка на каждый узел может отличаться. Спасибо за замечание. Если рассматривать беспроводные сети вдоль протяженных транспортных магистралей, то есть участки дорог, где могут быть скопления автомобилей, то есть снижение скорости. Это перекрестки на дорогах, где, я полностью согласен, может увеличиваться интенсивность потока пакетов. Что касается моих численных примеров, я вёл допущение о том, что на каждую станцию в кросс-трафике приходят пакеты с одинаковыми интенсивностями, хотя в самом алгоритме для каждой базовой станции, для каждого кросс-трафика можно сдавать свою отдельную интенсивность. В предложенном алгоритме типа ветвей и границ рассматривается размещение множества базовых станций. В качестве развития тематики исследования в дальнейшем было бы интересно выбирать базовые станции заданного множества типов базовых станций в ходе поиска оптимального размещения. Спасибо за замечание. Что касается задачи вдоль протяжённой транспортной гестралии, это будет продолжение моей дистанционной работы. Что касается задачи на плоскости, там уже как раз таки уже сейчас используется задача выбора базовых станций из множества типов. Было бы интересно рассмотреть влияние особенностей рельефа на размещение базовых станций. Автор исходит из упрощённого предположения, впрочем, вполне справедливого для модельной задачи, о постоянстве и дальности связи между станциями, хотя в реальности стоит учитывать наличие прямой видимости, преград и прочего. Спасибо за замечание. Полностью согласен. Я, конечно, считаю, что преграды и наличие прямой видимости играет существенную роль в расчёте дальности рекондиционных связей, но в своих моделях распространения я привел в допущение о том, что это открытые местности и условия прямой видимости на всём протяжённом участке. Сергей Николаевич, удовлетворены ли Вы ответами? Да, вполне удовлетворены. Дополнительных вопросов нет. Следующая группа замечаний от Пащенко Фёдора Фёдоровича. В разделе 1.4.4 не хватает подробного описания используемых методов машинного обучения. Спасибо за замечание. Полностью согласен. Что касается методов машинного обучения, я их рассматриваю для частного случая, когда строил имитационную модель с зависимым временем обслуживания. На каждой базовой станции поступали пакеты фиксированной длины, и дальше эти пакеты не изменялись в течение всего времени обслуживания у нас на многофазной сети. Для такой сети нет аналитического решения. Как один из вариантов я использовал методы машинного обучения для получения регрессионных моделей. К сожалению, это такой частный случай, который не совсем описывает все возможные варианты. И если рассматривать сети, где вдоль притяжённой транспортной магистрали сама модель не совсем нам подходит, потому что для такого случая рассматривается зависимость между каждыми базовыми станциями. У нас корреляция между размером пакетов на каждой фазе и временем их обслуживания, что на самом деле не так в реальных сетях. И как дополнение я всё-таки хотел акцентировать внимание на задачах дискретной оптимизации и больше делал акцент на задачи синтеза пакетической структуры. Так, с замечанием согласен. В работе не представлены другие характеристики производительности сети в качестве ограничения задач, помимо оценки межконцевой задержки. Спасибо. С замечанием согласен. Сам алгоритм позволяет решать задачу с использованием иных оценок характеристик производительности сети, например, как выпускная способность или расчёт надёжности. Что касается выбора межконцевой задержки, это связано с тех практических задач, которые выполнял в ходе работы в лаборатории 69. Поэтому в моих диссертационных исследованиях везде используется именно эта межконцевая задержка. Это характеристика производительности. В представленном в главе 1 расчёте межконцевой задержки в сети предполагается, что на каждую фазу поступает одинаковый трафик с интенсивностью лямбда. Такое ограничение, безусловно, удобно для расчётов. Однако необходимо рассмотреть влияние на задержку поступления разного трафика на разные станции. Например, большого трафика на конечные и отдельные промежуточные узлы, а малого трафика на остальные. Спасибо за замечание. Я уже отвечал на этот вопрос. Ещё раз повторю, что в своих численных результатах я приводил допущение о том, что на связи одинакова интенсивность вдоль всего протяжённого участка. Что касается непосредственно самого алгоритма, то в ходе поиска можно рассматривать для каждой базовой станции различную интенсивную генерацию потока пакетов. В работе присутствует ряд орфографических и грамматических ошибок. Спасибо за замечание согласия. Фёдор Фёдорович, удовлетворены ли Вы ответами? Да, ответы мы будем. Дополнительных вопросов нет. Вопросы, может быть, один вопрос для интереса. У Вас основное положение, выносимое на защиту, Вы сформулировали математические модели для задач проектировать беспроводную широкополосную сети с ячейской топологией. Скажите, пожалуйста, Вы рассмотрели эти модели, Вы сделали новые модели или Вы рассмотрели те, которые используются и которые Вы используете в своей работе? Я разработал свои новые модели и для их решения использовал коммерческие продукты и программные комплексы. Хорошо было бы написать. Сами модели полностью мои разработанные комплексы не существуют. Замечание от Кузнецова Николая Александровича. Точность аналитической модели в диссертации проверялась сравнением с имитационной моделью беспроводной сети в среде НС-3. Насколько подробно в имитационной модели учитывались протоколы беспроводной сети? Спасибо за вопрос. В своей работе я использовал имитационную модель с НС-3, так как она очень подробно эмулирует всю работу протоколов на всех уровнях ОЗИ. Что касается моего эксперимента, где я рассматривал сети семейских протоколов ОЗИ, мне было достаточно описания всей логики на МАК уровне. При использовании модели распространения сигналов для оценки дальности телекоммуникационной связи учитывался ли эффект Доплера? Спасибо за вопрос. Да, эффект Доплера играет важную роль и вносит существенное влияние в оценке расчет дальности телекоммуникационной связи в моделях распространения. В своей работе я использовал теоретические модели распространения сигнала в свободном пространстве, так как эффект Доплера тяжело учитывать в статическом режиме. Это динамическая характеристика, зависящая от многих факторов, в том числе от скорости передвижения объектов. На страницах 95 и 96 в описании входной конфигурации задач удобно было бы предоставить в виде лисинга кода, а не в виде картинки. Спасибо за замечание, согласие. Следующее замечание от Абросимова Леонида Ивановича. В главе 2 не хватает примеров. Для чтения работы было бы лучше, если в главе использовался один численный пример и для задач ЦЛП, и для метода ветвей границ, подобно тому, как это сделано в главе 3. Хотя автор привел подробное описание применения предложенных методов к решению практической задач с данными реального оборудования в главе 4, более простой пример в главе 2 сделал бы работу более читаемой и наглядной. Спасибо за замечание, полностью согласен. Что касается главы 2, я пытался разгрузить ее, и все численные результаты по протяженным транспортным магистралям хотел вывести в отдельную главу, так как мне было важно показать, как работает мой алгоритм, как в минаторной форме строится процедура бинарного дерева поиска, показать сравнение моего алгоритма с уже существующими программными комплексами, а также показать, насколько влияет задача поиска оценок недопокрытия справа на время счета. Что касается задач на плоскости, я решил оставить численные примеры в самой главе, так как для них я разработал только модели, а для их решения использовал уже готовые программные комплексы для решения задач общего вида. Также усилить модель можно было, если бы в задаче также учитывалась интерференция, в том случае, если станции работают в полудуплексном режиме. В сетях IEEE 802.11 использование одного канала разными станциями может очень существенно влиять на пропускную способность. Спасибо за замечание. Как один из вариантов решения проблем с интерференцией, нужно использовать разные радиоинтерфейсы слева и справа от базовых станций и на разных несущих. Что касается расчета моих параметров базовых станций, это радиус телеконникационного покрытия, радиус связи между базовыми станциями, я для них использовал центральную частоту, так как выбор несущий не столь играет роль в расчете дальности техноционной связи. Для оценки предложенного алгоритма используется только мера количества пройденных узлов в ходе поиска. В работе отсутствуют другие варианты оценок алгоритма. Спасибо за замечание. Что касается других вариантов оценок, первое, что надо приводить на ум, это время счета моего алгоритма. К сожалению, выбор языка программирования, на котором я остановился, является Python. Это динамический язык программирования верхнеуровневый, пуским горлышем которого является большое время выполнения операций при работе скрипта. Что касается программных комплексов, которую я использую для модели CLPFC, они написаны на C-подобных языках, в том числе и MATLAB. Для того, чтобы избавиться от проблемы времени счета, касаемых самого языка программирования, я выбрал количество пройденных узлов для оценки самого алгоритма моего решения. Это очень удобно в моем конкретном случае, так как в модели CLPFC также строится бинарное дерево. На странице 95 и странице 101 присутствуют орфографические ошибки. Спасибо. Замечание согласен. Леонид Иванович, удовлетворение либо ответами. Есть ли дополнительные вопросы? Да, я согласен. Спасибо. Замечание Самуилова Константина Евгеньевича. В разделе 1.4.1 поверхностно описан алгоритм DCF протокола 802.11. Требуется более конкретное описание функции. Нечетко описан алгоритм Беков. Спасибо. Замечание согласен. Не хватает описания подробностей реализации имитационных моделей, которые упоминаются в главе 1, изложено в объеме, затрудняющем целостное восприятие текста. Спасибо за замечание. Что касается реализации самих имитационных моделей, они подробно описаны в работах из списка публикаций, касаемые моей диссертационной работе. Я все же пытался сделать акцент на задачах синтезотопологической структуры. Использование имитационной модели в ходе поиска вносит существенную сложность по времени счета, так как при использовании метода Монте-Карло мы теряем очень большое количество времени на получение только единственной оценки. Если ее использовать в ходе поиска оптимального размещения базовых станций по движению по дереву поиска, это затруднит получить оптимальное решение за адекватное время. Автор утверждает, что модели СМО с конечным размером буфера сложно исследовать аналитически, что не подтверждено какими-либо ссылками на литературные источники. Спасибо. С замечанием согласен. Что касаемо многофазных сетей с конечным буфером и сетей с фазовыми распределениями обслуживания, на выходе каждой фазы в такой сети у нас МАП-поток, наличие МАП-потока ведет к тому, что у нас с ростом размерности нашей многофазной сети увеличивается косвенциально пространство состояния, что не дает возможности аналитически получить оценки характеристик производительности. В качестве входных параметров задачи поиска оптимального размещения используется множество заранее отобранных возможных точек размещения базовых станций. Неясно, по каким важным критериям отбираются данные координаты размещения базовых станций. Спасибо за замечание. Что касается протяженных транспортных магистралей, во-первых, необходимо, чтобы на этапе обследования местности выбрать точки размещения, для которых существует прямая видимость между ними, для дальнейшего размещения базовых станций на них. А также, если рассматривать автомобильные транспортные дороги, то в качестве точек размещения могут использоваться равные конструкции на дорогах, могут использоваться крыши зданий вдоль протяженных транспортных магистралей. Что касаемо магистральных трубопроводов и промысловых трубопроводов, необходимым критерием будет являться, опять же, что критично для северных широк в нашей стране, это твёрдый грунт, наличие питания и также прямая видимость. Следующее замечание от Фархадова Маиса Пашевича. Необходимо пояснить, почему модель MPH-1N даёт наибольшее отклонение от результатов амниционной модели по сравнению с моделями ММ-1N, которые являются частым случаем MPH-1N и ММ-1. Спасибо за замечание. Как я уже говорил ранее, использование имитационных моделей для многофазных сетей имеет свой существенный недостаток. Это большое время счёта. Все свои имитационные модели я рассчитывал на рабочей машине. Для метода Монте-Карло я генерировал пакеты объёмом с порядка 100 тысяч. К сожалению, для того, чтобы увеличить на следующий порядок количество сгенерированных пакетов, мне не удавалось возможным на своём компьютере. Как по мне, как я считаю, что количество генерированных пакетов в объёме 100 тысяч недостаточно для того, чтобы получить точную оценку для случаев, когда у нас фазовое распределение временного службы. В главе 4 все примеры расчёта дальности телегомонационной связи представлены с использованием только теоретической модели распространения сигнала в свободном пространстве. Отсутствуют примеры использования других моделей распространения из главы 1. Спасибо за замечание. Я рассматривал различные модели распространения сигнала в открытом пространстве, для каждой из которых были разработаны скрипы для расчёта дальности телегомонационной связи. Что касаемо моих численных результатов в диссертационной работе, я всё же остановился на теоретической модели распространения сигнала в свободном пространстве по формуле фриза и уравнения энергетического баланса, так как для конкретно моих всех задач, этапа синтеза топологической структуры, неважно каким образом были получены множество радиуса телегомонационного покрытия и радиуса телегомонационной связи между базовыми станциями. В дальнейшем проектировщики могут использовать различные свои эмпирические модели распространения сигнала в зависимости от того, какие они выбрали протоколы и какие частоты используют. В диссертации имеются стилистические неточности. Спасибо, с замечанием согласен. Мы с Пашевичем удовлетворены ли Вы ответами, есть ли дополнительные вопросы? Да, вполне спасибо. Замечания получены от ведущей организации. Материал в автореферате освещен не совсем равномерно. Третья и четвертая глава описаны менее полно по сравнению с главой 2. Спасибо, с замечанием согласен. Для разработанного алгоритма не совсем ясно, возможно ли проводить оценку других характеристик производительности сети, например, пропускную способность в ходе поиска оптимального размещения базовых станций. Спасибо за вопрос. Что касается алгоритма типа ветвей и границ, предложенных в работе, возможно оценивать иные характеристики производительности, кроме межконцовых задержек. Главным критерием является использование либо аналитических моделей, либо, может быть, регрессионных моделей, которые бы не увеличивали время счета в ходе поиска оптимального размещения. Если же использовать, например, имитационные модели, то, к сожалению, получить адекватное решение в ходе поиска не удается возможным за адекватное время счета. В главе 4 отсутствуют численные примеры задач размещения базовых станций для сотовых сетей. Спасибо за замечание. Что касается моей диссерационной работы, я везде использую примеры расчета для сетей семейства протоколов Ай-3 Плывис в СО2-11, это все связано с поставленными задачами, которые я выполнял в ходе работы в лаборатории 69. Хотя все алгоритмы и задачи, модели, которые были представлены в диссерационной работе, общие и могут быть использованы в том числе и для сотовых сетей. Присутствует незначительное число орфографических ошибок и опечаток. Спасибо. Замечательно согласен. Следующее замечание от Мещерякова Романа Валерьевича. Для расчета дальности телекоммуникационной связи описан целый ряд моделей распространения радиосигналов. Неясно, почему в расчетах используется только модель распространения радиосигналов в свободном пространстве. Спасибо за замечание. Оценка межконцевых задержек проводится с использованием многофазной сети с экспоненциальными распределениями и конечным буфером. Необходимо рассмотреть более сложные модели многофазных сетей массового обслуживания для использования в разработанном алгоритме. Спасибо за замечание. Еще раз повторюсь, я разработал несколько инновационных моделей для сложных сетей. К сожалению, их время счета достаточно велико, чтобы использовать их в задачах оптимизации оптимального размещения базовых станций. Я разрабатывал модели на примере фазового распределения, когда для 20 фаз оценка проводилась порядка 30 секунд. Если же их использовать в ходе оптимального решения, как по численному результату было видно, что количество пройденных узлов порядка нескольких десятков тысяч. И на каждом узле оценивать характеристику производительности сети с 30 секундами – это везет к тому, что, скорее всего, я не получу никакого решения на данном этапе. Оценка адекватности применения сетей массового обслуживания для моделирования беспроводной сети проводилась автором с использованием имитационной модели в среде NS3. Результаты аналитического имитационного моделирования не проверялись в рамках эксперимента на реальных сетях. Спасибо за замечание. Что касается реальных экспериментов на реальных беспроводных сетях, я считаю, что это будет продолжение моей диссертационной работы для оценок характеристик на реальных сетях. Что касается NS3, это было вполне достаточно для моего эксперимента, так как там полностью эмулировался весь уровень МАК для сетей Wi-Fi. В качестве оценки эффективности разработанного алгоритма типа ветвей и границ используется мера количества пройденных узлов в ходе поиска оптимального решения. Необходимо проверить разработанный алгоритм по критерию времени счета. Необходимо проверить быстродействие разработанного алгоритма. Спасибо за замечание. Я уже отвечал на этот вопрос. Дополню, что как к продолжению моей диссертационной работы я на данный момент пытаюсь переписать свой программный комплекс на другой язык программирования, на C++. Хочу проверить, насколько будет играть влияние смены языка программирования на время счета моей задачи. В диссертационной работе присутствует ряд орфографических ошибок. Спасибо. Замечание согласен. Замечание от Ермолаева Александра Иосифовича. Желательно было бы привести примеры практических задач проектирования сотовых сетей. Например, проектирование БШС для наблюдения за технологическими объектами на нефтяных и газовых промыслах. Спасибо за замечание. Так как я являюсь сам выпускником Гуркинского университета нефти и газа, для меня было бы интересно рассматривать для моих задач приложение к нефтегазовому сектору. Я знаю, что на данный момент интересным уединением на месторождениях является внедрение в рамках цивилизации новых частных сетей ЛТФ и совместные проекты между операторами отечественными и отечественными нефтегазными компаниями в рамках промысловых дорог и в рамках магистрального трубопровода. Возможно, было бы интересно рассматривать задачу развертывания беспроводной сети, так как еще одним интересным направлением является внедрение мобильных отходчиков, когда для обслуживающего персонала внедряют промышленные смартфоны для того, чтобы проверять, проверять измерительные устройства, а также проверять приближающую территорию к трубопроводу. Также интересной задачей в рамках нефтегазовой области было бы интересно заниматься повышением безопасности на промысловых дорогах. Как мы все знаем, что все месторождения находятся на большом удалении, и одной из главных задач является повышение безопасности на дорогах, которые могут достигать порядка нескольких десятков километров, вот развертывать на них беспроводной сети. Результаты численных экспериментов приведены не для всех рассмотренных в диссертации задач. Спасибо за замечание. Что касается моделей, которые я использовал для развертывания сетей на плоскости, там лишь представлены модель линейно-программирования, модель частично-салчист линейно-программирования. Для них, для их решения используются уже готовые программные комплексы, поэтому конкретно для этих примеров я лишь представлял примеры решения, но без результата численных экспериментов. В работе предлагается полезная для практики процедура построения последовательности лучших решений на основе алгоритма методоветвей границы решения задачи размещения базовых станций на линейном отрезке, представленной в комбинаторной форме. Но в диссертации не указано, что такая же процедура может быть построена для моделей ЦЛП, например, на основе метода Лэнд и Дойка. – Спасибо, с замечанием полностью согласен. Сама процедура основана на процедуре поиска последовательности планов, ее в том числе можно будет использовать для разработки алгоритмов, для решения задач ЦЛП в общем виде. – Да, в связи с отсутствием научного руководителя на заседании, зачитаю отзыв научного руководителя на диссертационную работу Мухтарова Амира Амангельдыевича на тему разработки моделей и методов оптимального размещения базовых станций при проектировании беспроводных широкополосных сетей по специальности 05.13.18 «Математическое моделирование численные методы и комплексы программ». Диссертация А.А. Мухтарова посвящена исследованию и разработке методов решения для оптимального размещения базовых станций при проектировании беспроводных широкополосных сетей БШС. Решение по выбору мест расположения базовых станций на избыточном множестве возможных мест их установки, распределению по ним зон обслуживания и синтезу графа связей между станциями контролируемых объектов является необходимым этапом проектирования беспроводных широкополосных сетей. Актуальность темы работы определяется широким распространением в настоящее время беспроводных широкополосных сетей для обслуживания производственных и гражданских объектов, в том числе в нефтегазовой промышленности. С другой стороны, задачи оптимизации топологии беспроводных широкополосных сетей представляют собой трудно решаемые экстремальные задачи на конечных множествах, не имеющих эффективность универсальных методов решения. Полученные в диссертации результаты имеют научную и практическую ценность, так как на основании формализации актуальных практических задач проектирования сетей предлагают оригинальный вычислительный аппарат, модели, алгоритмы, программы для их решения. Мухтаров Амир Амангельдуевич за время работы над диссертацией показал себя квалифицированным и способным научным работником, умеющим ставить новые задачи, исследовать их и разрабатывать для них оригинальные методы решения на основе выявленной специфики. Основные результаты работы, представленные в диссертации, полученные диссертантом самостоятельно. Мухтаров Амир Амангельдуевич является организованным и ответственным работником. Он своевременно и полностью выполнял все этапы индивидуального учебного плана в процессе обучения в аспирантуре. Автореферат и публикации отражают содержание диссертации. Считаю, что Мухтаров Амир Амангельдуевич является сложившимся научным работником. Выполненная им диссертация носит законченный характер и полностью соответствует требованиям, предъявляемым диссерзационным работам на соискании ученой степени кандидата технических наук. Научный руководитель, профессор кафедры автоматизации технологических процессов РГУ нефти и газа имени Губкина Першин Олег Юрьевич, доктор технических наук, профессор. Отзыв от 23.04.2022 года, заверенный РГУ нефти и газа. И предоставляю слово научному консультанту диссертанта Владимира Владимировича. Я коротко дополню то, что было сказано воззвою научного руководителя и то, что не было озвучено в докладе. Ну, вот в нескольких замечаниях было участие Николая Александровича Кузнецова, так сказать, и Константина Евгеньевича Самылова, а также в других замечаниях было то, что не использовались, так сказать, данные в таких вот эмоционной модели и аналитические результаты не сравнивались, так сказать, с экспериментами. На самом деле, так сказать, вот кроме теоретических хороших результатов, полученных в диссертации, так сказать, значит, она имеет и приличное практическое значение. Дело в том, что несколько лет назад в городе Казань, вокруг окружной дороги города Казань, мы реализовали широкополосную беспроводную сеть на образе протокола ВАИ-3ПЛА-802.11Н. Это достаточно скоростная сеть, которая функционирует до настоящего времени, эффективно функционирует. Она используется в интересах ГИБДД Республики Татарстан и другими силовыми структурами различными. Так вот, при модернизации этой сети эффективно были использованы вот те алгоритмы, которые были предложены в диссертации. Так что, значит, вот практическое значение вот того, что сделано на Татарской работе, несомненно. И второй вопрос. Вот возникалось много вопросов относительно упрощенной модели многофазной сети. Это было сделано вот сознательно в работе. Дело в том, что, ну и, кстати, Амир, соискатель, аккуратно, так сказать, ответил на эти вопросы, так сказать, сознательно. Для того, чтобы на каждом этапе, например, вот это оригинальная задача типа ветвей и границ, так сказать, ну, необходимо проверять ограничения, так сказать. И, например, ограничение на задержку, если бы мы использовали такую более мощную модель, так сказать, ну, например, скоррелированным входным потоком, значит, ПАЖ распределением времени обслуживания на фазах, это занимало бы слишком много времени. Это отдельная задача, она интересная задача. Поэтому используется упрощенная модель. Ну, хочу отметить, что на сегодняшний день уже в журнале «Математика» подготовлена статья одним из авторов, который, так сказать, является соискателем, значит, вот такой вот сложной модели многофазной системы массового обслуживания сходящим коррелированным входным потоком ПАЖ распределением времени обслуживания на фазах и большой размерности. Вот ключевое слово здесь – большая размерность. Значит, на сегодняшний день в мировой литературе получения численных решений для вот такой модели, вообще говоря, не существует. Здесь предложен был оригинальный алгоритм, так сказать, и аналитический, и эмитционный. И, что самое интересное, это впервые использовалась комбинация с машинным обучением. Так что это уже как будущая работа. В целом, считаю, что работа хорошая, так сказать, и вполне соискательный заслуживает присвоение званий, так сказать, кандидата технических наук. И, естественно, удовлетворяет всем требованиям диссертации, которые предъявляются в МФТИ. Спасибо. В поступивших отзывах отмечено, что замечания не снижают научную и практическую ценность работы и не ставят под сомнение полученные результаты. Поскольку все поступившие отзывы положительные, а вопросы были оглашены ранее, с разрешения членов диссертационного совета, зачитаю выводы, отраженные в отзывах. Заключение организации, где проводилась апробация. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки, Институт проблем управления Трапезникова Российской академии наук. Заключение организации, где проводилась апробация. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки, Институт проблем управления Трапезникова Российской академии наук. За подписью доктора технических наук, старшего научного сотрудника, главного научного сотрудника из заведующего лаборатории номер 17 автоматизированных систем массового обслуживания и обработки сигналов и ПУРАН, Фархадова Маиса Пашеглы. Утверждено доктором технических наук, профессором, заместителем директора по научной работе и ПУРАН, РАН, Красновой Светланой Анатольевной. Диссертация «Разработка моделей и методов оптимального размещения базовых станций при проектировании беспроводных широкополосных сетей» Мухтарова Амира Амангельевича рекомендуется к защите на соискании ученой степени кандидата технических наук по специальности 05-13-18, математическое моделирование численной методы и комплексы программ. Отзыв ведущей организации. Федеральное государственное бюджетно-образовательное учреждение высшего образования Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникации имени профессора Бонч Бруевича. Диссертация «Разработка моделей и методов оптимального размещения базовых станций при проектировании беспроводных широкополосных сетей» отвечает всем требованиям, предъявляемым в отношении кандидатских диссертаций, которые установлены положением о присуждении ученых степеней кандидата наук доктора наук в МФТИ, утвержденным приказом ректора МФТИ от 27 марта 2020 года, номер 600-1. А ее автор заслуживает присуждение ученой степени кандидата технических наук в специальности 05-13-18 «Математическое моделирование численной методы и комплексы программ». Уважаемые члены совета, есть ли дополнительные вопросы? Вопросов нет? Тогда приступим к дискуссии. Кто желает высказаться? Давайте я тоже выскажу сегодня по этой работе. Мы знаем, что это работа очень хорошо. Кто знаком с телекоммуникационными сетями, это проблема покрытия и одновременно проблема планирования. Это очень комплексная проблема. Когда я вижу такую кандидатскую диссертацию, у меня вызывает удивление, как научные руководители такую задачу поставили аспиранту. В целом он с ней справился точно совершенно. В спорных моментах в работе всегда очень много. Я, собственно, все свои высказал замечания. Но на будущее есть тоже пожелание. Первое, что сказал Владимир Миронович, я согласен, что если у меня есть какая-то метрика, трудно рассчитываемая для большой размерности сети, то важно, чтобы во всех экземплярах вычислений я использовал один и тот же метод вычислений. Тогда модель будет адекватна, собственно говоря. И чем проще я буду считать, тем лучше. Но самое главное, чтобы было в допустимых ошибках. Если у вас маповский входящий поток, кстати, хороший метод есть, у мапа всегда есть коэффициент вариации. Второй начальный момент он вычисляется. Для сетей массового обслуживания, например, сети Геленбе, в книжке Башарин, Бочаров, Коган изложены приближенные методы. Владимир Миронович это знает, для сетей, которые рассчитываются по двум моментам. Среднему входящему потоку и коэффициентом вариации. Но это очень эффективный метод с точки зрения размерности. Видимо, он может помочь в ряде случаев при вот такого типа вычислениях. Это вам на будущее. Ну а про основное замечание я сказал. У вас там звучит протокол 802.11, его надо более четко привязывать к постановке. Еще спасибо. А так я очень доволен диссертацией, буду ее поддерживать. Спасибо. Я тоже несколько слов скажу. Ну я так же, как и в предыдущем случае, когда я характеризовал работу предыдущего соискателя, я вижу, что эта работа удовлетворяет всем квалификационным признакам, которые кандидатская диссертация должна удовлетворять. Здесь есть хорошая постановка, есть хорошая математика. Причем математика как аналитическая, достаточно сложная, и плюс эмоционное моделирование, которое дополняет исследования аналитическими методами. Ну и, конечно, очень хорошее внедрение, поскольку расположение базовых станций вдоль трассы – это актуальная задача. Ну, в качестве пожелания, может быть, я выскажу о следующем. Вот тут в одном из замечаний было сказано, что модель ММ1Н, МПХ1Н сложно исследовать аналитически. Ну, в принципе, помимо аналитических исследований, есть еще численные методы. Вот, скажем, можно составить систему уравнения равновесия, даже если число состояний в этой модели будет там несколько миллионов, эти системы линейных уравнений равновесия можно решать традиционными методами. Метод Гаусса Зайдель, метод Якоби, и результаты можно получить и сравнивать их. Ну, например, с эмоционным моделированием есть какими-то приближенными подходами. Методы несложные, они легко программируются, так что в вашей будущей работе они, несомненно, помогут. Ну, а так я характеризую работу как удачную, законченную, удовлетворяющую всем критериям кандидатской диссертации, которая сформулирована в положении МФТИ. Буду поддерживать эту работу, проголосую за и, как бы, прошу членов Совета поддержать меня в моем решении. Спасибо. Так, теперь, если других выступлений нет, нам нужно предоставить заключительное слово соискателю. Хочу сказать слава благодарности всем членам диссертационного совета за предоставленную возможность защиты на этом совете. Хочу сказать большое спасибо своему научному руководителю Першину Олегу Юрьевичу и большое спасибо научному консультанту Вишневскому Владимиру Ивановичу. Спасибо вам за то, что вы поверили в меня. С самого начала помогаете в решении поставленных задач. Хочу сказать спасибо моим родителям, что все время поддерживают и ценят все то, что я делаю. Спасибо своей жене, что она тоже вытерпела все эти тяготы. И отдельное спасибо хотел бы сказать своему дяде, что зародило во мне то желание заниматься научной работой. Спасибо. Так, настало время избрать счетную комиссию. Поскольку прошлая комиссия очень хорошо провела работу и голосование было единогласным, я предлагаю оставить комиссию в прежнем составе. То есть давайте мы проголосуем за то, чтобы комиссию состояла из трех членов. Значит, это Пайщенко Федор Федорович, Абросимов Леонид Иванович и Самуилов Константин Евгеньевич. Нам надо проголосовать открытым поднятием рук. Так, ну и председатель замечательный Константин Евгеньевич Самуилов. Я думаю, что да, тоже поднятием рук мы эту задачу решим. Да, соискателей гостей просим выйти, а членам совета приступить голосование. Так, ждем почту, да? Да, сейчас, секундочки, запустим. Николай, я готов. Да, ну тогда нужно все собрались, да? Ну, научных консультантов нет. Да, 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 ничего страшного, мы не право без него, он сейчас придет. Сейчас, секундочку, на граммах. Хорошо? Уважаемый член диссертиционного совета, оглашаю результаты голосования по диссертиционной работе Мухтава Амира Амангельдевича по известной нам специальности. Значит, всего количество бюллетеней 6, роздано 5, удаленного участника 1, не роздано 1 штука. Результаты голосования за 5 голосов, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов, недействительных бюллетеней нет. Подписи членов комиссии. Спасибо. Я предлагаю проголосовать за результаты работы счетной комиссии открытым голосованием. Кто за, прошу поднять руки. Так, да, значит, у нас есть на руках проект заключения диссертиционного совета по диссертации Мухтава Амира Амангельдевича. Я предлагаю проголосовать, принять этот проект за основу, замечания, которые могут возникнуть в процессе чтения, будут исправлены в рабочем порядке. Предлагаю проголосовать за это открытым голосованием, поднятием рук. Так, ну и финальные слова. Да, мы после работы диссертиционного совета постановили на основании результатов тайного голосования членов диссертиционного совета за 5 голосов, против 0, недействительных бюллетеней нет. Считать, что представленная работа, диссертиционная работа, соответствует требованиям положения о присуждении ученых степеней кандидата наук доктора наук в МФТИ и присудить ее автору Мухтарову Амиру Амангельдевичу, ученую степень кандидат технических наук по специальности 05-13-18. Математическое моделирование численной методы и комплексы программ.